Доброго времени суток всем, друзья! С вами я, Искрайбер, и сегодня мы поговорим с вами о самых лучших телефонах, которые можно купить на вторичном рынке. Причин покупки смартфонов с рук много, ведь за довольно небольшие деньги можно купить довольно неплохой телефон, причем в нем уже будет и чехол, и остальные плюшечки. Также, возможно, он будет в достаточно хорошем состоянии и еще долго прослужит вам верой и правдой. Сегодня мы рассмотрим 10 БУ-телефонов с Авито, а если Авито нет в вашей стране, то, может быть, какие-то другие сервисы вы используете, но суть остается той же. Я постарался подобрать для вас лучшие варианты. Вы готовы? Тогда приступаем. Десятое место. Samsung Galaxy 7 Edge. Вначале пробежимся по характеристикам. Экран 5,5 дюймов, Quad HD разрешение, представляете, 534 ppi, супер AMOLED, действительно экран супер, как ни крути. Процессор Exynos 8890, собственный от компании Samsung. Версия на 4,32 начинается, а на Авито это 4,64, то есть немножечко больше. В Antutu убивает вся эта история около 158 тысяч BMC Mark. Камера основная на 12 Мп, апертура f1.7 и фронталочка на 8 Мп. Также есть отличная стабилизация видео. Батарея на 3600 мАч и цена, представляете, 8200. Конечно, нужно быть аккуратным при выборе телефонов на Авито, нужно все проверить. Если есть доставка Авито, значит этот телефон в большей степени проверенный. Компания Samsung это признанный лидер в категории смартфонов на Android, поэтому покупка флагмана 2017 года Samsung Galaxy S7 Edge это вполне оправданный шаг. Сегодня этот смартфон можно купить на вторичном рынке от 8 до 13 тысяч рублей или же до 200 долларов. Это довольно неплохо, ведь в плане функционала 7 Edge немного уступает S8. Кроме того, за эти деньги вам точно не получится найти нового смартфона со схожими характеристиками. Да и зачем, ведь Samsung Galaxy S7 Edge обладает премиальной производительностью, классным дизайном и замечательной камерой. А это что такое? Это Samsung. Samsung? Это Samsung. Да. Фишка этого телефона, его изогнутый экран. А что пишет продавец на Авито? Состояние на четверочку, я так понял, и из пятерочки. Все функционирует как должно, причина продажи лежит без надобности. Торг уместен, полный комплект, все вопросы по телефону. Также проверяем историю. Николай, есть 15 завершенных продаж. iPhone 5 он продавал, учебники, видеокарты и так далее. То есть, в принципе, человек такую мелочевку продает и уже на Авито давным-давно. Это мы в отношении первого телефона только проверили. То есть, правило такое. Проверяем аккаунт человека. Если он зарегистрировался только что, то могут возникнуть подозрения. Но это не правило. Итак, заслужено 10 место. 9 место. Xiaomi Mi Max 2. Действительно, большущий телефон. Экран 6.44. Full HD разрешение 342 ppi. Камень здесь 7 нам знаком. 625 снаб. Версия начинается от 4.32. На Авито есть 4.64 за ту сумму, которую мы обозначим. В Antutu выбивает приблизительно 77 тысяч бейпчумарок. Камера на 12 мегапикселей, апертура f2.2. Фронталка на 5 мегапикселей, f2.0. И батарея, конечно же, это козырь этого телефона. 5300 мАч. Другим телефоном, чтобы соответствовать этому уровню. Надо подкачаться, надо, надо подкачаться. У Mi Max, конечно же, с этим проблем нет. А сегмент очень больших фаблетов изначально открыла компания Sony, выпустившая свой Sony Xperia Z Ultra. Постепенно начали подтягиваться и другие производители, но со временем их энтузиазм угас. И в итоге у пользователей почти что не осталось выбора с фартфонов с экранами от 6.2 дюйма и выше. Конечно же, на тот момент. И тут на помощь пришли Xiaomi со своим Mi Max, который пришелся по душе соскучившимся по большим диагоналям пользователей. Конкурентов у этого телефона почти нет, учитывая его стоимость и размеры. Также он очень хорошо собран, в руке чувствуется как настоящий флагман. Давайте посмотрим, что пишет продавец. Срочно продам телефон Xiaomi Mi Max 2, золотистый, б.у. Телефон у 4 месяца покупал в Москве. Полный комплект, плюс черный силиконовый чехол, коробка, чек, гарантированный талон. В общем, весь пакет. Телефон в отличном состоянии, пользовался аккуратно. Также продам к нему Powerbank Xiaomi на 10 тысяч мАч. Тому, кто заберет в течение трех дней, сделаю скидку. Цена за весь комплект 9 тысяч, без Powerbank 8 тысяч. А тому, кто заберет в течение трех дней, отдам за 7 тысяч рублей. Вот такие вот дела. Это приблизительно около 110 долларов. Ну что ж, великолепный телефон на 4.64, хорошо собранный. И от уже легендарной и крупной компании Xiaomi. Заслуженное 9 место. Восьмое место тоже компании Xiaomi Redmi Note 5. Всем нам великолепно знакомый. Экран 5,99 дюймов, Full HD+, разрешение 403 ppi. Великолепный 636 снаб, который действительно стал очень популярным и мега интересным процессором в этом году. Версия на 3.32 начинается. На Алиэкспрессе можно найти на 4.64. В Antutu убивает около 116 тысяч баллов. Основная камера на 12 мегапикселей, апертура f1.9. Фронтальная на 13 мегапикселей, f2.0. И батарея 4000 мАч. Великолепная, хорошая. Стоимость этого телефона на Авито я нашел за 8 тысяч рублей. Неплохая комплектация за эти деньги. Этот смартфон был представлен в Индии 14 февраля, а другая его версия появилась в Китае 16 марта. Поставляемый в Россию Xiaomi Redmi Note 5 по сути идентичен упомянутой индийской версии Redmi Note 5 Pro. И стал новым бестселлером компанией. Xiaomi Redmi Note 5 получил корпус с точно таким же дизайном, как и у большинства его предшественников по семейству Redmi. Это аккуратный, обтекаемый, со всех сторон обмылок. Отличается тем, что имеет не цельнометаллический корпус, а составной, с пластиковыми вставками сверху и снизу. Углы экрана здесь закруглены, а соотношение его сторон составляет 18 к 9. А разъемы у него в стиле ретро, порт USB представлен разъемом micro USB, зато сохранился привычный 3,5 мм джек. Для рынка Авито это не такая популярная модель, я бы отметил, если есть 4,64, вот эти телефончики надо брать на Авито, если у них очень хорошая цена. И на Али можно взять неплохой телефон на 3,32, он будет абсолютно новый. Что нам пишет продавец? Продам Xiaomi Redmi Note 5 на 32 гигабайта, идеальное состояние, телефону месяц, покупался 16.10.18 в iProfi, есть чек, полный комплект, звонить и писать по делу, обмана нет. Вот такие дела, друзья, из Краснодара. 7 место Honor 9 Lite, экран 5,65 дюймов, Full HD+, разрешение 427 ppi, процессор собственной разработки Kirin 659, версия на 3,32, на Авито в принципе такая же версия. В Antutu убивает 74 тысячи баллов, камера основная на 13 мегапикселей, светосила f2.2, также фронталочка на 13 мегапикселей и здесь используется порт microUSB. Батарея на 3000 мАч и есть NFC, вот это очень хороший момент. В эргономике Honor 9 Lite я наблюдаю достоинство, когда его берешь в руки после Redmi Note 5. Аппарат кажется очень скромным по габаритам и безусловно очень легким. На экран нанесено качественное олеофобное покрытие, есть второй микрофон для шумоподавления, индикатор событий и, конечно же, любимый всеми аудиоджек 3,5 мм. В качестве порта зарядки используется microUSB, очень интересен, особо для тех, кто любит делать селфи или снимать видеоблоги, поскольку имеет целых 4 камеры, разводные модули по 13 и 2 мегапикселя. Ну и про NFC не забываем, если покупался этот телефон в Китае, то будьте осторожны. Преждевременно нужно списаться с продавцом, чтобы он уточнил, есть ли в этом телефоне NFC. Продавец пишет, покупался 3 месяца назад, в евросети есть чек-коробка, комплект без зарядки. Наверху есть небольшие трещины, на самом стекле дисплей не задет, изображение не мешает, при желании может заменить. В остальном состояние хорошее, всегда был в чехле, возможен обмен на телефон с вашей доплатой, в зависимости от маркета и состояния. Пишите, отвечу на все вопросы. Москва. Вот такой телефончик Honor 9 Lite на 32 гига, отлично. Телефон на седьмом месте. Шестое место Meizu 7 Pro или Meizu Pro 7. Экран 5,2 дюйма, Full HD разрешение, 424 ppi. Здесь супер AMOLED и это великолепно. Камень MTK Helio P25, не такой мощный, конечно же. Версия на 4.64, на авито тоже такая же версия, 4.64. В Antutu плюс-минус убивает 67 тысяч баллов. Основная камера на 12 мегапикселей, f2.0 и фронталочка на 16 мегапикселей, f2.0. Батареи на 3000 мАч и стоит этот телефон приблизительно 10 тысяч рублей или же около 150 долларов. В 2015-16 годах Meizu выпустила новые модели смартфонов. Один за другим они выпускались. И за два года компания анонсировала 21 новинку. Устройства мало чем отличались друг от друга. Порой разницу между моделями приходилось искать, если не под микроскопом. Ну в общем, очень достаточно сильно. Тем более неожиданно выглядит эксперимент с дополнительным экраном на задней панели, на который пошла компания во флагманской модели Pro 7 и Pro 7+. Действительно, казалось, это прорыв, но телефон почему-то не сильно зашел. Мне этот телефон очень нравится. Есть отдельные обзорчики, которые просто фанатеют от компании Meizu и конкретно от этого телефона. Основная операционная система Android версии 7.0 Nougat. В версии самой FlymeOS 6. Дополнительный экран на задней панели, он имеет диагональ 1.9 и разрешение 536 на 240 точек, 307 ppi. Яркость составляет все те же 350 нит. Технология AMOLED. Для чего же нужен второй экран? Чтобы показывать уведомления и анимированные заставочки. И для того, чтобы делать отличные фотографии и видео на основную камеру. Вдогонку у него порт USB Type-C, миниджек для наушников и гарнитуры. Все есть. Весьма оригинальное решение для оригинальных людей. Продавец пишет коротко. Продаю любимый Meizu 7 Pro. Все работает прекрасно. Телефон в очень хорошем состоянии. Небольшие царапины на углах и задней металлической крышки. Чистая продажа, обмен не интересует. Это Сочи, Адлерский район. За 10 тысяч рублей продается этот телефон. То есть, приблизительно 150 долларов. Что ж, очень-очень интересный телефончик. Флагман от компании Meizu. Шестое место. Пятое место. Samsung A7. Экран 5,7 дюймов. Full HD разрешение. 386 ppi. Здесь у нас AMOLED матрица. Великолепно. Процессор от компании Samsung. Exynos 7880. Версия на 3.32. На Авито тоже 3.32. В Antutu выбивает приблизительно 63 тысячи баллов. Основная камера на 16 мегапикселей. Светосила 1.9. И фронталочка на 16 мегапикселей. Батарея 3600 мАч. Великолепно. Если учитывать, что здесь AMOLED-экран. NFC, конечно же, есть. Ну и ценник. 9500 рублей. Великолепные показатели. Samsung Galaxy A7. Бесцельно-средняя ценовая сегмента. Две сим-карты. Полная защита от воды. IP68. И это великолепно за эту цену. Хорошие материалы корпуса. И неплохие камеры. Два дня работы в смешанном режиме. Хороший телефон для авторички. Во серии дизайн в какой-то мере наследует дизайн от старших моделей. Те же материалы корпуса. Никаких заметных упрощений в эргономике. Добавлю сюда, что постоянно может работать экран с заставкой. Функции Always On Display. Это действительно очень хорошо для такого телефона. И в принципе для ценовой категории. Чего нет почти ни у кого из конкурентов в этом топе. Я никогда себе не куплю Samsung. Я творческая личность. Чувак, ты просто бармен. В конечном итоге мы получаем необычный аппарат, который не имеет аналогов на рынке. Его можно отличить от любого другого телефона. Также дополним, что на нижнем торце располагается разъем 3,5 мм. Джек. Также USB Type-C разъем. А защиту от воды никто не убирал. Продавец пишет. В хорошем состоянии. Без сколов и трещин. Работает отлично. Наушники, блок, кабель есть. Все есть, но коробки нет. Смотрите, это получается Иркутск. И купить можно с доставкой. Великолепное. Пятое место. Samsung Galaxy A7. Четвертое место. Флагман от компании Xiaomi Mi 5s. Экран здесь 5-15 дюймов. IPS-матрица. Full HD разрешение. 328 ppi. Камень здесь тоже флагманский. 821 снаб. Версия начинается от 3.64. И на Авито тоже 3.64. В Antutu убивает приблизительно 146 тысяч баллов. Основная камера на 12 мегапикселей. Апертура f2.0. Фронталочка на 4 мегапикселя f2.0. Батарея 3200 мАч. Есть NFC. В качестве порта USB Type-C. В общем, полный набор за 9000 рублей. Это приблизительно 130 долларов. Вы берете топчик от компании Xiaomi. С великолепными камерами. Это, по сути, набор первого пикселя. Всякий успешный китайский производитель смартфонов должен сделать в жизни три вещи. Отнять покупателей у бюджетных моделей компании Samsung. Выпустить супервыгодную флагманскую модель. И родить премиальный дочерний бренд. С последним компания Xiaomi только начинает работать. А я сейчас говорю про Patofon. А вот бюджетный класс компании Xiaomi по сути по себе уже подмяли. Ну и флагманы стали получаться отличные. В металлическом корпусе вместо керамики. С разогнанным по максимуму мощным процессором. Новой камерой и очень привлекательной ценой. На Али сейчас восстановленные версии. А на Авито можно найти нормальный аппарат. Вот в этом преимущество. Продавец пишет. Продаю отличный телефон Xiaomi Mi 5S. Состояние 9 из 10. С покупки носился в защищенном чехле. На таком телефоне установлен кастомный DWRP для знающих. Для не знающих простой способ восстановить телефон при взлете прошивки. С момента покупки так и не пригодился. Если что он на русском. Вообще пользуйтесь и не парь. Обновлен до последней прошивки MIUI 10. Зарядку держит отлично. Продаю в связи с тем, что купил новый. Частное лицо Дмитрий. И 44 завершенных продажи. Очень хорошая история. Так что Дмитрий человек проверенный. Великолепная покупка может обойтись нам всего лишь в 9000 рублей. Тройку лидеров открывает ZTE Axon 7 Mini. Это лучший звук за минимум денег. Экран 5,2 дюйма. Full G разрешение 424 ppi. Здесь AMOLED матрица. Великолепно. Процессор 617 Snapdragon. Версия на 3.32. На Авито здесь тоже версия на 3.32. Но плюс флешка предлагается на 128 гигабайт. В Antutu плюс-минус около 60 тысяч баллов выбивает. Основная камера на 16 мегапикселей от Samsung. И фронталочка на 8 мегапикселей. Батарея 2700 мАч. Кажется не такая большая. Но помню, что здесь AMOLED экран. Также NFC. Есть USB Type-C. Есть. И все это за 10 тысяч рублей. Приблизительно 150 долларов. Великолепные показатели у этого телефона. Под индексом Mini или Lite нам обычно преподносит жалкие пародии на флагман. ZTE поступили иначе. Или сконструировали из Mini Axon орудие аудиофила с отличными стереодинамиками. AMOLED и пародистым звуком в наушниках. В Axon 7 Mini динамики выставлены на показ. Они занимают место, которое у многих смартфонов отделено под надписи. Допустим, как у HTC, Huawei и Samsung, конечно же, тех лет. Звук. По большому счету Axon 7 Mini конструировали именно как недорогую, относительно недорогую модель. С крутым звуком в стереодинамиках и в наушниках. Для этого мобильника оснастили японским цифроаналоговым преобразователем Asashi Kasai AK4962, эквалайзером Dolby. Особенность динамиков это объем. В смартфоне даже есть пара демонстративных роликов Dolby для того, чтобы оценить, как Axon способен выдавать кинотеатральные трюки с обволакивающим звуком. В общем, если вы хотите суперский звук, то за 10 тысяч рублей или же 150 долларов вы берете Axon 7 Mini и наслаждаетесь. Я думал, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Продавец здесь перечисляет все вышеуказанные характеристики и добавляет. Был куплен месяц назад телефон как новый, реальному покупателю отдам за 8 тысяч рублей. Вот такие вот дела. А Борис Элиста. Элиста это калмыкия. Действительно замечательный, великолепный, хороший телефон, стильный, интересный. С узнаваемым дизайном, интересным дизайном. Для этого даже года он будет выделяться из потока телефонов всего лишь за 10 тысяч рублей. А обещают он отдать реальному покупателю за 8. Второе место. Куда же без айфонов. iPhone 6s. Но почему? Экран 4,7 дюймов. HD+, разрешение 326 ppi. Здесь используется IPS-матрица. Собственный процессор А9. Версия начинается на 2.16. Конечно, на Авито можно найти разные версии. На 2.16 вы найдете в легкую 2.32 и так далее. В Antutu плюс-минус убивает около 133 тысяч бмчмарок. Основная камера на 12 мегапикселей, апертура f2.2. Фронталочка на 5 мегапикселей и батарея 1715 мАч. Не такая большая, но у iPhone всегда операционная система очень хорошо адаптирована. Поэтому батарейки всегда хватает. Но на один день жизни точно хватит. Есть здесь, конечно же, NFC и цена приблизительно 13 тысяч рублей. Это приблизительно около 200 долларов. Конечно, можно найти и дешевле. Я не очень сильно искал. Если порыскаться, поискать, посмотреть историю и так далее, можно найти еще дешевле, еще лучше. Но вот в таком очень хорошем, идеальном почти что состоянии я нашел именно за эту сумму. Культ смартфонов от Apple это чудо какое-то. Ведь непонятно, компания может создать одно устройство, которое является мегапопулярным и остается таким до сего времени. И это касается iPhone 6s. Действительно великолепный показатель у этого телефона. Выход новой версии iPhone ждут просто с нетерпением. Это праздник какой-то, стоят в очередях и так далее. Что делать, если у вас нет денег на новый iPhone, а продавать почку не хочется? Правильный ответ – купить телефон BU. Конечно, купить телефон на вторичном рынке iPhone 7 или iPhone 8 за адекватные деньги сейчас крайне проблематично. Поэтому оптимальный вариант, по мне, так это 6s. И эта покупка вполне оправданна, ведь вы получаете вполне неплохой дизайн, который практически не изменился за несколько лет. Продавец пишет. iPhone 6s Space Gray на 16 гигабайт. Состояние отличное, без преувеличений. Недостатки отсутствуют. Пользуюсь только в чехле и защищенном стеклом на экране. Все работает, нареканий нет и не было никогда. Комплект полный. Коробка, документы, наушники, шнур, блок зарядки и все остальное. Николай продает. Купить с доставкой. Продается телефон в Воронеже. Так, действительно, iPhone на вторичном рынке держится очень-очень хорошо. И это действительно достойное второе место. Может быть, вы подберете какой-то другой iPhone. Есть отдельные любители, допустим, женщины, хотя тут просто iPhone, не знаю, вот их просто спичты клеят на эту тему. И заслуженное второе место. На первом месте как-то так уж завелось опять компания Xiaomi. 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 Но телефончик необычный. Mi Note 3. Экран здесь 5,5 дюйма. Full-G разрешение. 401 ppi. И это IPS-матрица. Процессор великолепный. 660-й снаф. Версия на 4.64 начинается, а на авито продается на 6.64. Используется USB Type-C. Выбивает в Antutu около 139 тысяч баллов. Основная камера на 12 мегапикселей. Апертура 1.8. Фронталочка на 16 мегапикселей. Все великолепно. Батарея, спасибо, большая. 3500 мАч. NFC есть. И вся эта история за 13 тысяч рублей. То есть приблизительно около 200 долларов. Да, ценник не маленький, но телефон редкий и интересный. Он ценится некоторыми любителями. Xiaomi Mi Note 3 был официально представлен вместе с безрамочным смартфоном Mi Mix 2. Паблик оказался увеличенной копией выпущенного ранее Mi 6. Стильный дизайн, стеклянный корпус и топовые характеристики сразу привлекли внимание. Но почему-то в широкие массы этот телефон не зашел. Задняя часть корпуса стеклянная. Это означает, что телефон будет лежать в руке уверенно. Но если случится сильное падение, то с большой вероятностью паутинка украсит задних смартфонов. Целевая аудитория новинки – это гики с опытом. То есть есть фанаты конкретно этой марки и конкретно этого телефона. Так скажем, смартфон для людей, которые рассматривают покупку фаблета с достойным железом и широким функционалом. Продавец написал срочно, полный комплект, в отличном состоянии, зарядное устройство, наушники, коробка. Использовался с защитным стеклом на гарантии. Есть чек, отвязан от всех аккаунтов, чехол в подарок, все детали в рабочем состоянии. Любые проверки на месте, не вскрывался без сколов и дефектов. В общем, великолепный телефон, можно сказать, новый. Александр продает из Смоленска. Вот такой великолепный телефон на первом месте, друзья. Это, конечно же, мой топ. Вы пишите в комментариях, что вам нравится, чтобы вы купили на Авито или чтобы вы посоветовали. Или же на какой-то другой площадке, Юла и так далее. Также пишите, нравится ли вам такой формат. Надо ли еще подобрать что-то на Авито, допустим, топ-10 бу-телефонов от 300 до 400 долларов или приблизительно где-то в этих рамках. Друзья, всем хорошего настроения. С вами был я, Эдскрайбер. Не забываем ставить лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, делайте репосты к моему видео. Колокольчик также вам поможет. Всем хорошего настроения и до следующего видоса. Пока-пока.